Привет! Посмотрев это видео, вы узнаете о человеке, который подтягивается на турнике сотни раз. Более 100 повторений он делает с идеально чистой техникой. Вы узнаете, как ему это удалось и что это дает такое большое количество подтягиваний. Нашего героя зовут Владимир Хамидов, а на канале он просто Вовка. И он увлекается подтягиваниями и отжиманиями на брусьях. Не то что увлекается, просто еще с детства, со школы. Он создал себе базу именно этих упражнений, потому что они были доступны. Также он балуется отжиманиями в стойке на руках, ходьбой на руках. Я написал этому человеку, потому что он показывает уникальные результаты. Но вот знаете, что обидно? Что нас учат, как подтягиваться, как отжиматься. Ребята, которые подтягиваются на турнике 20-30 раз. Люди, которые подтягиваются 130 раз, ничему нас не учат. Ребята, которые подтягиваются 20-30 раз, изобретают какие-то золотые стандарты, какие-то правила, по которым обязательно нужно подтягиваться. А люди, которые действительно умеют это делать, они считают это полнейшей глупостью. И люди, которые разбираются в этом, тоже считают это полнейшей глупостью. Владимир Хамидов потянулся на турнике 110 раз. За один подход. После чего он был подвергнут критике. Ему написали, что нет, ты сгибал ноги, рывков не было, но это было не чисто, не по всем идеальным стандартам. Поэтому надо переделать. Но на следующий день вышел во двор и сделал 130 подтягиваний. Видео об этом есть на ютубе, полное, без склеек. И он сказал, что ему даже так проще было. Он ноги напряг, вытянул их вперед, меньше раскачивал. И он даже проще эти 136 раз потянулся. Для этого ему пришлось провисеть на турнике около 18 с половиной минут. То есть вы можете представить, какая сила хвата. Ну понятно, что его собственный вес тела небольшой, не 100 килограмм. Но это не умаляет его заслуги. Он никого ничему не учит, ничего не продает. Он просто спокойно берет, подтягивается 110 раз. А когда ему говорят, что техника плохая, он подтягивается 130 раз. Так вот я пообщался с Владимиром. Взял у него интервью и он считает, что вот эта идеальная техника, по идеальным стандартам, она абсолютно не нужна и ничего не дает. Точно так же, в принципе, он может отжаться и на брусьях 100 раз. Он просто так, без всяких рекордов для себя, отжимается по 70-80 раз за подход на брусьях. Если бы он поставил цель, понятно, что 100 раз он бы сделал. Потому что подтягиваться ничуть не легче, чем отжиматься. Но, по его мнению, а его мнение полностью совпадает с моим, подтягивание 130 раз или 100 раз, или отжимание 100 раз, ничего не дает. Вы развиваете, конечно же, специальную выносливость. Но эта выносливость может вам пригодиться только в специфических видах спорта, если бы пловец или гребец. Если ни того, ни другого нет, вам именно специальная выносливость этой мышечной группы не нужна, то эта выносливость не поможет вам лучше бегать или, там, не знаю, какие-то делать другие вещи в жизни. В жизни это никак не поможет. Поэтому, для того, чтобы быть в тонусе, заниматься физкультурой, быть здоровым, можно просто подтягиваться 3 подхода по 15 раз. Эффект в плане развития мышц будет точно такой же, как и 100 раз. Потому что все, что более 15 раз, уже мышцы не наращивают, просто растет специальная выносливость. Это невидимое качество, неприменимое в жизни. Ну, я пообщался с Владимиром, он, в принципе, со мной солидарен. Если вы хотите накачаться, вот посмотрите на бодибилдеров, они все подтягиваются в среднем 10 раз. Потому что мышечная масса растет до 10 повторений. Соответственно, если вы хотите быть с накачанными мышцами, если вы хотите развить силу, для того, чтобы иметь накаченные мышцы, вам нужно будет развивать силовые качества мышц, работает на гипертрофию, это до 10 повторений в подходе. Соответственно, гораздо эффективнее использовать дополнительный вес при отжиманиях на брусьях, при подтягиваниях, будете использовать дополнительный вес, у вас будет расти сила и мышечная масса. Но это будет мешать немножко развивать выносливость. Хотя, в принципе, при работе на выносливость, если вы хотите достичь 100 подтягиваний, это можно использовать и тренировки с дополнительным отягощением, комбинировать их с тренировками без отягощения. Ну, Владимир, насколько я знаю, никогда с отягощением особо большим не подтягивался. В основном это была работа на объем. Друзья мои, прошу прощения, только что пришло письмо, пришел имейл от Владимира. Оказывается, у него еще есть рекорд отжимания на брусьях 313 раз за подход, с полной амплитудой, не слезая с брусьев. Но можно себе предположить, что если подтягивания шли 18,5 минут, то там порядка, наверное, часа или 40 минут. То есть, точно сколько это времени не было. Но понятно, что это без ограничений по времени. То есть, он просто стоял на руках, отжался, чуть-чуть постоял, отжался, но все равно 313 раз за подход. О чем можно говорить? Что, во-первых, не очень большой вес тела, а во-вторых, всю жизнь Владимир тренировал именно выносливость. Выносливость, он очень выносливый, у него сильный хват, у него закаленная сила воли. Он это делал по приколу, просто как-то увлекся этим. Еще там в юном возрасте он подтягивался по 40 раз за подход. Потом он увлекся количеством больше и больше. 70 раз потянулся, там 100 раз потянулся. И вот он вышел на такие результаты, как 130 с лишним подтягиваний и 313 отжиманий на брусьях за подход. В общем, потрясающие результаты. Обидно, что самые достойные спортсмены в плане развития, как силы, так и выносливости. Смотрите, по силе Андрей Смайев вообще никто не знал. По выносливости Владимир Хамидов, пожалуйста, подпишитесь на канал Владимира. Ссылку оставляю в описании к этому видео. Это положительный человек, он отзывчивый. Ответил на мое интервью, разрешил использовать видео с его канала. Благодарность, я считаю, он заслуживает подписки, лайка и комментария под видео на своем канале. Пусть он снимает больше видео о том, как он тренируется. То есть, он занимается гирями, ходит на руках, отжимается на руках. Делать 60 подъемов переворотов подряд, тоже результат, согласитесь. Друзья мои, надеюсь, вы оцените информацию, которую даю вам в своих видео. Подпишитесь на мой канал, поставите лайк и напишите комментарий. Если вы хотите тренироваться, все-таки развитие выносливости, это не мой конек. Но если вы хотите построить красивое тело, без жира, развить мышечную массу или силу, обращайтесь ко мне. Я подготовил многих спортсменов по бодибилдингу, по пауэрлифтингу, довел до чемпионства. И доведу и вас, как минимум, до того, чтобы быть чемпионом на пляже. Поэтому пишите мне, буду рад с вами пообщаться. Не пропускайте следующее видео, следите за каналом. Пока!